За желающий огонь, у времени лишь осенье осталось. Вокальные и хореографические коллективы выступают на сцене Дома культуры Горки-10 на церемонии открытия второго международного кинофестиваля День Победы. Его не случайно проводят на Одинцовской земле. Именно здесь располагался стратегический рубеж, где был дан отпор врагу в 1941 году. Фестиваль носит название День Победы, что имеет для нас всех огромное значение, потому что проходит в преддверии главного для нашей страны праздника. Для Одинцовской земли праздник 9 мая является неотъемлемой частью исторического и культурного наследия. Фильмами открытия стали документальные картины «День войны» Михаила Слуцкого и разгром немецких войск под Москвой Ильи Копалина и Леонида Варламова. Для участия в фестивале заявки прислали более 140 кинематографистов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Мы обращаемся сейчас и организовали такой зрительский конкурс для картин, которые в свое время уже прозвучали. Это фильмы, которые во многом делали люди, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Современные режиссеры, да, они могут это знать только сами из исторических источников, из фильмов, из рассказов, может быть, тех свидетелей, ветеранов, которые еще живы на наше счастье, которые с нами делятся этим опытом. В течение недели на культурных площадках округа зрители смогут увидеть кинофильмы участники фестиваля. Также для показа представлена и вне конкурсная программа советских документальных лент 1941-1950 годов, которые редко демонстрируют на большом экране. Екатерина Крамор, телекомпания Одинцова.